Тиффани Тейлор выросла в муниципальном жилье в Джерси Сити. Это был неблагополучный район, в котором торговали запрещенными веществами и слышались постоянные перестрелки. За свое детство Тиффани пережила столько насилия, что обычному человеку даже не снилось. Например, в подростковом возрасте, по ее словам, она была свидетельницей многочисленных убийств, в том числе и ее двух парней. В 18 лет девушка решила сбежать из этого ужасного места. Поступила в колледж в Орландо, изучала музыку и психологию. Однако спустя два года обучения в университете Тейлор забеременела и вернулась в Нью-Джерси. Выбраться из гетто так и не получилось. Денег не было, как и какой-либо надежды. Пару лет девушка пыталась найти нормальную работу, но магазины, в которых она работала кассиром, непременно подвергались ограблению, а на другие должности ей не хватало навыков. Спустя некоторое время отчаявшаяся молодая женщина осознала, что работа в секс-индустрии – это ее единственный вариант, который дает неплохие деньги за короткий срок. Летом 2016 года Тиффани Тейлор через общего друга познакомилась с Халилом Уиллер Уивером. К тому времени ей было 33 года, и она жила в Розвеле со своей матерью. А Уиллеру Уиверу было всего 20 лет. Оранж – это постиндустриальный город, в котором каждый четвертый живет за чертой бедности. Но Халил вырос в престижном районе. Его отчим – полицейский детектив в соседнем городе Ист-Оранж, а дядя ушел на пенсию с должности детектива после карьеры в полицейском управлении Нью-Йорка. Золотой парень, у которого было все. Хорошие родители, достаток в семье, отличные оценки и крутая машина. Перспективному мальчишке не хватало одного – друзей или девушки. Он был своего рода ботаником, правда, его никто не унижал. Но и на вечеринки особо не приглашали. Когда во время игры в PlayStation к одному из его немногих друзей пришла в гости Тиффани Тейлор, Халил потеряла за нее голову. Она была словно крутая подруга. Его восхищали ее дреды, татуировки, бунтарский образ жизни и тот факт, что она может водить машину на механике. Халил неоднократно пытался понравиться и приударить за новой знакомой, но Тиффани отвечала отказом. Невзирая на свой непринужденный образ жизни, женщина не хотела вмешиваться в жизнь 20-летнего парня. Халил буквально умолял ее переспать с ним и даже предлагал неплохие деньги хотя бы за одну ночь. Тиффани сопротивлялась несколько недель и в итоге согласилась. Но, как выяснится позже, все это было ложью. Желанная женщина оказалась мошенницей, которая решила проучить малолетнего парнишку. Они заранее договорились о встрече и Халил отправил свой адрес в текстовом сообщении. Тиффани приехала примерно в 20.00. Она оказалась в элитном районе возле красивого двухэтажного дома, на пороге которого ее уже ждал так называемый клиент. Юноша проводил ее до спальни и вручил 200 долларов, как они договаривались. Тиффани взяла деньги. Затем, словно спохватившись, она воскликнула. «Подожди-ка, я кое-что забыла в машине». Женщина с наличными в руках выбежала на улицу, а парень тем временем лег на кровать в ожидании ее возвращения. Но, к его сожалению, она так и не вернулась. Тиффани быстро забыла об этом инциденте. У нее не было времени думать об обманутом парне. Ее матери диагностировали рак яичников. Они не могли оплатить медицинские счета и арендную плату. В итоге их выселили из квартиры в розыре. С приближением зимы они спали в машине. Тиффани снова была беременна и, к тому же, часто получала странные сообщения от незнакомого номера. Аноним постоянно умоляла встречи. Для ее профессии в этом не было ничего странного. Тем не менее, добавляла неудобства. К ноябрю 2016 года знакомый наркоман позволил ей пожить в номере, который он снимал в отеле Ритц, а также разрешил ей использовать свой автомобиль, чтобы ездить к дилеру за покупками. Тиффани устала от назойливых сообщений незнакомца. Она уже несколько раз меняла телефонные номера, но он каждый раз находил способ с ней связаться. И 15 ноября она написала ответное сообщение надоедливому клиенту. Незнакомец предложил 80 долларов за встречу. Это было выше ее обычного прайса. В итоге, спустя несколько месяцев настойчивых просьб, Тиффани согласилась, придумав план – украсть деньги и уйти. Они договорились встретиться возле отеля, где проживала Тиффани, и уже оттуда последовать по его адресу. Мужчина прибыл в Ритц в 19.51. Невзирая на то, что на улице было плюс 10 градусов, незнакомец оделся так, словно собрался кататься на лыжах. В куртке с капюшоном, черных перчатках и такого же цвета лыжной маски, обрамляющей карие глаза. Мужчина выглядел более чем странно. Но Тиффани совсем не смутил его наряд. Пользователи эскорту слуг часто пытаются скрыть свое лицо, и это вполне нормально. К тому же она выросла в таком районе, где местные носили балаклавы вместо шапок. Тиффани пригнала старую машину, которую ей одолжил друг, и незнакомец сел на пассажирское сидение. Спустя пару километров клиент попросил остановиться, чтобы сходить в туалет. Женщина, ничего не подозревая, остановилась. И тут последовал внезапный удар. Когда она очнулась, то оказалась лежащей на заднем сидении автомобиля со связанными руками. Дышать было тяжело, так как незнакомец неаккуратно обмотал ее лицо изолентой и давил предплечьем на шею. Когда насильник увидел, что жертва открыла глаза, он снял маску и произнес «Тебе знакомо мое лицо? Ты меня помнишь?» Это был тот самый мальчишка, которого она ограбила несколько месяцев назад. Как только Тиффани его узнала, она стала кричать и молить пощадой. Говорила о том, что беременна, но мучитель не слушал. Тогда она поняла, сегодня день ее смерти. Мужчина расстегнул ширинку, совершил насильственные действия и сел рядом с жертвой. Тяжелая жизнь научила Тиффани быстро думать и вынашивать план выхода из опасных ситуаций. Сквозь слезы она умоляла Халила хоть немного ослабить наручники. И когда он согласился на это, она поняла, что может его перехитрить. Он довольно слаб. Тиффани заговорила. Она сказала Халилу, что их разговор хранится в ее телефоне. Напомнила о том, что он писал ей со своей страницы Facebook. Там есть его имя и адрес. Абсолютно вся информация находится в телефоне, который остался в мотеле Ritz. Если он ее убьет, полицейские найдут переписку и свяжут его с убийством. Испугавшись такой перспективы, Халил вскрикнул, только не это, повысив голос до тенера. «Нам нужно срочно отправиться в отель и забрать твой телефон». Проявляя недовольство, Халил забубнил себе под нос. «Я никому не нравлюсь. Почему я должен платить за внимание девушки?» Оставшись одна на заднем сидении, Тиффани сумела высвободить одну руку из наручников. Она собиралась этими же наручниками обхватить шею нападавшего и взять ситуацию в свои руки. Ей было уже не важно, что может произойти авария, и они оба погибнут. Для нее было главным, что Халил тоже умрет. Уже приготовившись к нападению, женщина внезапно застыла в изумлении. Водитель остановил машину, и Тиффани увидела, что он действительно приехал на стоянку отеля Ритц. Он мог просто убить ее и забрать ключи от мотеля. Но он решил пойти другим путем. Халил сорвал с лица и шеи пленницы клейкую ленту, накинул ей на плечи куртку, чтобы скрыть наручники, и объяснил план действий. Она обязана подняться в номер. Чтобы все контролировать, Халил будет следовать за ней, отставая на несколько метров. После того, как Тиффани заберет телефон, они вернутся в машину. Женщина послушалась и медленным шагом последовала к своему номеру. Все это время Халил шел на некотором расстоянии от нее. И когда она открыла замок, их разделяло несколько метров. Тогда Тиффани резко открыла дверь, вбежала внутрь и захлопнула ее. Убийца не подумала о том, что Ригель блокируется автоматически. Халил был в бешенстве. Он подбежал к двери, громко стучал и обвинял жертву во лжи. На что Тиффани приоткрыла зеленую занавеску на окне рядом с запертой дверью и подняла правое запястье, демонстрируя насильнику, что она освободилась. Ничего не добившись, преступник в конечном итоге сбежал. Тиффани наконец-то была в безопасности. Благодаря своей смелости решительным действием, она пережила попытку убийства. Но было одно но. Халил украл ключи от автомобиля ее друга. Тогда Тиффани написала ему вновь и предложила сделку. Она не будет сообщать в полицию, если он вернет ключи от машины. Это, разумеется, было ложью, поскольку она уже вызвала полицию. Тем не менее, Халил вернулся, о чем свидетельствовали камеры видеонаблюдения. Он стремительно забежал на территорию, оставил ключи на лестнице мотеля и также быстро исчез. Офицеры из полицейского управления Элизабет прибыли в отель Ритц в 21.28. Нападавший все это время находился возле мотеля и наблюдал за офицерами. В 21.38 ему надоело сидеть в засаде, и он спросил у Сири вызвать такси домой. Тиффани описала полицейским похищение, изнасилование и попытку убийства. Она знала номер телефона нападавшего, его аккаунт в фейсбук, домашний адрес и даже назвала офицером его полное имя – Халил Уиллер Уивер. Но полицию это совсем не заинтересовало. Более того, они даже пригрозили арестовать ее за проституцию. Тиффани была на четвертом месяце беременности. На ее теле виднели синяки, но офицеры даже отказывались снять наручники, которые продолжали болтаться на ее правой руке в течение часа. Невзирая на все доказательства, которые Тиффани Тейлор предоставила полиции, они ей не поверили. Директор участка Элизабет Эрл Джей Грейв так и не ответила на участки и электронные письма с просьбой прокомментировать эту историю. Тиффани Тейлор так и не смогла добиться справедливости. Тогда она обошла стороной полицию и направилась прямо к прокурору графства Эссекс. Но пока она пыталась добиться ответов, Халил убил молодую женщину по имени Сара Батлер. И, как выяснится позже, это была уже четвертая его жертва. Халил с детства интересовался убийствами и ядами, и однажды даже пытался отравить родственника отбеливателем. В ту ночь, когда он пригласил Тиффани домой и дал ей 200 баксов, он планировал ее убить. Но хитрая секс-работница сумела дважды обвести вокруг пальца серийного убийцу. 31 августа Халил совершил свое первое убийство. Жертвой стала 19-летняя Робин Уэст. 5 сентября ей должно было исполниться 20 лет. Она безмерно радовалась этому событию и поэтому работала вдвое усерднее. Девушка всегда привлекала к себе внимание, так как часто красила волосы в разные яркие цвета. Робин работала танцовщицей в клубе и подрабатывала продавая тела. Ее постоянная смена имиджа только усиливала интерес клиентов. Девушка была довольно избирательной, сама выбирала, с кем проведет ночь в интернет-анкете. В конце августа подруги предложили ей съездить в Нью-Джерси, отдохнуть и подзаработать побольше денег. И девушка согласилась. Они остановились в мотеле Garden State Motor Lodge в Union Township. Но всего через несколько ночей у них закончились наличные, им негде было остановиться. 31 августа в 23.00 подруги направились на I Avenue в Нью-Арке, район сгоревших домов и заросли сорняков, обрамленных заброшенной железнодорожной станцией. Халил, одетый в красную кепку Nike, клетчатую темную рубашку и черные шорты, остановился возле девушек на серебристом седане. Подруги не растерялись, им нужны были деньги, поэтому предложили выбрать одну из девочек развлечься. Халил молча взял Робин за руку и посадил в автомобиль. А оставшаяся подруга записала номерные знаки и взяла номер телефона человека, с которым уехала Робин. Данные с телефона водителя зафиксировали, что именно произошло дальше. Халил поехал в заброшенный дом на 472 Лейкстадт Авеню в городе Оранж. Пробыв там некоторое время, в час 27 он оттуда уехал. 23 минуты спустя мужчина, живущий на Лейкстадт Авеню, вызвал пожарную службу. Заброшенный дом внезапно загорелся, а убийца тем временем уже ехал на запад. Подруга покойной, не дождавшись возвращения Робин, рассказала всю имеющуюся у нее информацию полиции, номерные знаки автомобиля и номер телефона мужчины, с которым уехала пропавшая девушка. Тело, обнаруженное внутри сгоревшего дома, было повреждено так сильно, что для идентификации тела, следователям пришлось использовать стоматологические записи. Известие о том, что сгоревшей была Робин, пришло 13 сентября, на восьмой день после ее дня рождения. Невзирая на то, что офицеров на руках, были номерные знаки и телефон, искать убийцу проститутки никто не стал. В октябре 2016 года Халил совершил второе убийство. Жертвой стала 33-летняя Джоанн Браун. Она уже более 10 лет работала экзотической танцовщицей. Сначала под уличным псевдонимом «Секрет», а затем как «Лондон». Женщина подрабатывала оказанием интимных услуг, что служило постоянным поводом для беспокойства за ее безопасность. В конце октября 2016 года Браун и ее подруга Нобблс гуляли с друзьями возле ресторана Паппейс на южной стороне Ньюарка. Это было постоянное место для поиска клиентов. В 13.16 подъехал автомобиль. Из всех девушек водитель выбрал Браун, которая поторопилась сесть к нему на переднее сиденье. Обычно, когда она уходила с клиентом, звонила подругам и сообщала о своем местонахождении и времени, когда собирается вернуться. Но в тот момент так случилось, что Браун была без телефона. Его одолжила на время подруга, которая ушла разговаривать за угол ресторана. Было некогда бежать за гаджетом, ведь клиент ждать не будет. Когда они проехали несколько километров, Браун попросила у водителя телефон и сообщила подругам о своем местонахождении. Это было в 13.30. Вышки сотовой связи записали дислокацию телефона с точностью до нескольких метров. Пунктом назначения был заброшенный дом на 354 Хайгланд-авеню в Оранж. Секс-работница вышла из машины и направилась ко входу к зданию. Но стоило ей зайти внутрь, как Халил обмотал ей голову изолентой от глаз до подбородка, а затем накинул на шею куртку и задушил. Убийца покинул место преступления в 15.03, оставив холодный труп на лестнице заброшенного дома. Подруги звонили на номер, с которого звонила Браун, но владелец не отвечал. Полиция, вызванная для расследования пропажи девушки, лишь разводила руками, совершенно не желая заниматься делом исчезнувшей проститутки. Семь недель спустя, 5 декабря, несколько подрядчиков прибыли на 354 Хайгланд-авеню. Владелец дома запросил смету на ремонт. Рабочие осмотрели первый этаж и почувствовали ужасный смрад гнили. Там, на лестничной площадке, они обнаружили уже разложившееся тело. Смерть девушки по вызову вновь не заставила полицейских работать и искать преступника. Халил мог и дальше убивать никому ненужных женщин и оставаться в тени. Но в конечном итоге он убил не ту жертву. Из трех жертв, две из которых убиты и одна, которой чудом удалось спастись, все были секс-работницами. Никто особо не оплакивал их смерть. Но Сара Батлер была исключением. Она была 20-летней студенткой колледжа и походила из приличной семьи. Девушка профессионально занималась танцами, работала спасателем, присматривала за детьми и оплачивала курсы бармена. Осенью 2016 года она поступила в колледж. Новое место, отсутствие друзей и резкое одиночество стали причиной того, что она зарегистрировалась в социальной сети Tagit. Приложение объединяет людей, которые ищут дружбы, романтики, а иногда и секса. Именно там молодой человек под псевдонимом Lil' Ярук предложил Саре зарегистрированные как Сара Смайл 500 долларов за секс. После некоторого колебания девушка согласилась. Парень, который предлагал ей деньги за секс, показался привлекательным, поэтому она не хотела упускать шанс провести время с красивым незнакомцем, а заодно и подзаработать наличное. Ночью 22 ноября 2016 года она села на семейный синий мини-вэн, чтобы встретиться с Lil' Ярук. По пути они заскочили в магазин 7-Eleven. Сара осталась в машине, а Халил подошел к кассе, чтобы купить три презерватива Trojan Fire and Ice. Камеры видеонаблюдения запечатлели убийцу. Он был в той же одежде, что и в день нападения на Тиффани. Черная толстовка с низконакинутым капюшоном, черные спортивные штаны такого же цвета, кроссовки и плотно облегающие перчатки. Не хватало только лыжной маски. В 22.07 они уехали. Мини-вэн поднялся по лесистому склону резервации Eagle Rock, парка графства Essex, West Orange. Там на скале State High Glen Pavilion – ресторан и место для проведения свадеб. Сара припарковала машину недалеко от входа. Убийца пригласил девушку выйти и посмотреть на прекрасный вид, который открывался с горы. А затем, словно зверь, набросился на свою жертву. После убийства Халил затащил ее тело за Мини-вэн. Он был неряшлив, пока волок ее безжизненный труп. Каблуки ее туфель вырыли небольшие ямки от места убийства до автомобиля. Убийца задушил девушку ее же штанами и оставил их завязанными на ее шее. Во время нападения, как и в случае с Тиффани, Халил небрежно обмотал лицо Сары изолентой, чтобы она не кричала. Но когда срывал ленту, на ней остались волокна от красного парика, которые жертва носила в день своей гибели. Когда девушка не вернулась домой, родители объявили тревогу. Ее мать, Лаверн Батлер, не переставая набирала телефон дочери, но звонки перенаправлялись на голосовую почту. Через три дня после исчезновения Сары, ее подруга заметила синий минивэн пропавшей. Он был спрятан за бывшей фабрикой, всего в паре километров от колледжа. На место происшествия тут же прибыли полиция, семья и друзья Сары. Удивительно, но офицеры приступили к работе весьма неохотно. Пока они ходили вокруг машины, подруга пропавшей разглядела изоленту с прядями от красного парика, которая лежала на заднем сидении. Сразу стало понятно, что произошло нечто ужасное. Подруги и семья Сары решили взять расследование дела в свои руки. К счастью, Сара никогда не скрывала друзей пароли от социальных сетей, поэтому в ноутбуке пропавшей они быстро обнаружили нужную информацию. Именно так стало известно, что она болтала с мужчиной по имени Лилл Ярок и ко всему выходило, что именно с ним пропавшая встречалась той ужасной ночью. Саманта Ривера, подруга Сары, создала профиль на Тегет, используя чужую фотографию и вымышленное имя. Спустя всего пару часов в ее ленте показался аккаунт того самого Лилл Ярок. Саманта, чтобы привлечь его внимание, стала ставить пальцы вверх под его фотографиями. Спустя пару дней Саманта вместе с подругой находилась в полицейском участке и давала показания, как вдруг ей написал Лилл Ярок. Незнакомец сразу начал с предложения денег за секс. Он представился как Тадж и написал, что ему срочно нужен секс перед тем, как он идет на работу. Саманта поддержала разговор. Внезапно так называемый Тадж позвонил своей новой жертве. Девушки выбежали в туалет, включили разговор на громкую связь и записали все на камеру. Подругам приходилось думать и действовать оперативно. Они не могли с ним встретиться прямо сейчас, переживали, что встреча станет смертельной. Им нужно было больше информации и поддержка полиции. Именно поэтому они придумали историю о том, что у Саманты маленький ребенок, поэтому она не может приехать прямо сейчас. Необходимо некоторое время, чтобы найти няню. В итоге они договорились о встрече через пару часов. Девушки тут же побежали в кабинет детектива, рассказали о странном парне и о назначенном свидании. Выслушав девушек, полицейские отправились с ними двух офицеров, которые и арестовали Халила. У полицейских в руках был убийца, но тем не менее его причастность к преступлению следовало доказать. Пока Халил находился за решеткой, офицеры проанализировали местонахождение айфона Сары, благодаря чему спустя девять дней и было найдено ее тело. Труп лежал в парке среди ржавых труп и мусора, прикрытый ветками и опавшими листьями. Итак, как детективы связали Халила с убитыми девушками? Халил Уиллер Уиллер совершил много ошибок, но доказать его вину было непросто. Кроме того, у парня были хорошие адвокаты и родственники полицейские, которые прикрывали тыл. В момент убийства Сары Батлер, Робин Уэст и Джоан Браун, его телефон каждый раз находился в месте, где и были убиты женщины. Кроме того, он пару раз возвращался на место преступления, о чем красноречиво свидетельствовали записи его телефона. Но проблема заключалась в том, что Халил отказывался отдавать гаджет на проверку. Детективам пришлось потрудиться, чтобы собрать данные с телефона, не имея пароля. Это все, что сделали полицейские. На самом деле, у них и раньше были все улики на руках, но они не придавали им значения. Фактически, преступления раскрыли сами жертвы и их семьи. Тиффани буквально кричала о том, что Халил совершил над ней насильственные действия и пытался убить. Она дала полицейским его адрес, номер телефона, имя и всю переписку. Подруга покойной, Робин Уэст, описала машину, дала номерные знаки и телефон убийцы, но ее все так же, как и Тиффани, проигнорировали. Друзья Джоан Браун назвали тот же номер телефона и описали ту же самую машину. Но детективы не разглядели связи между этими преступлениями, а друзья Сары и вовсе сами связались с убийцей через приложение, рискуя своей жизнью. Прокуратуре потребовалось три года, чтобы расследовать преступление, прежде чем возбудить дело. Халил Уиллер Уиллер продемонстрировал пугающее отсутствие эмоций, когда в декабре 2019 года вышел из зала суда графства Эссекс в наручниках. Двухмесячный суд, состоявшийся осенью 2019 года, представил более 40 свидетелей, привел в качестве доказательств в поиске Уиллера Уивера в Google о том, как сделать самодельный яд, как убить человека и как спрятать труп, а также видеозапись допросов полиции, где он был пойман на лжи. Два часа. Все, что потребовалось присяжным 19 декабря 2019 года, чтобы признать его виновным в убийстве трех женщин и попытке убийства четвертой, который чудом удалось избежать той же участи. После изучения компьютера убийцы, детективы пришли к выводу, что Халил уже давно интересовался убийствами. Еще задолго до знакомства с Тиффани, эта навязчивая мысль не покидала его больную голову. Серийного убийцу приговорили к пяти пожизненным плюс 80 лет.